Передача «Девчата». Вы знаете, это ситуация, которая развивалась не сегодня, она развивалась давно, и давно канал лоббировал эту передачу. На самом деле, похоже, что-то есть в Англии, и там ведут женщины 10 лет. Имеет передача «Огромный успех». Их на самом деле 8, они меняются между собой. Это умнейшие, замечательные, талантливые англичанки, которые тоже ведут. Одна актриса, другая журналистка, ведущая. Там разные профессии. И вот они объединены в такое шоу. И я хочу сказать, что оно имеет невероятный успех. Я видела это шоу. Это очень здорово. В Англии? В Англии, да. Это очень здорово. Ну, я не все шутки переводила, но они необыкновенные совершенно. Тетки какие-то невероятные. И, конечно, менталитет немножко другой. И они могут говорить обо всем, они ничего не стесняются. И это не пошло. И мы хотели сделать такую передачу, как бы наша сторона. Но очень сложно оказалось набрать вот хотя бы... Таких теток. Таких теток. На самом деле, я даже не знаю, почему. На самом деле, наши женщины прекрасны. И много очень интересных со своим собственным мнением. Но тут, видно, должно соединиться что-то вместе. Умение иронизировать над собой. Все равно как бы широта взглядов. Умение острить. И юмор. Это не у всех есть. Далеко не у всех. Далеко. И женский юмор. Это сложная статья дохода. Его понять сложно. Да, его понять сложно. И то, что можно говорить мужчинам, нельзя говорить женщинам. То, что мужчина скажет легко для женщины, это просто неприемлемо. Тут много-много но-но-но-но-но. И вот пока собралась такая команда. Команда, Рита Митрофанова, Тута Ларсен, я, ваша покорная слуга, и Ксения Собчак. Еще будут четыре. Пока я не буду называть эти фамилии. Там еще идут кастинги. И еще подбирается команда. То есть «Восьмерка» должна быть как и в английской передаче. Вы знаете, что она будет, мы хотим, чтобы была «Восьмерка», и это правильно, когда передача как бы будет идти. И мы внутри будем меняться. Не то, что четверка ушла, четверка пришла. Внутри этой четверки. Я сегодня с этим, а потом вдруг меня нет, кто-то другой. Ну, как в театре. Да, да, да. Есть второй состав. 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 Вот. Что я могу сказать? На сегодняшний день мы сняли вот сейчас вторую передачу. Дай бог, она в пятницу выйдет. Мне кажется, что это получается. Мне кажется, что это забавно. Мне кажется, что женщинам... Вот я разговаривала с Геннадием Хазановым. Он сказал, говорит, мне даже больше нравится ситуация женская. Потому что женщины, на самом деле, могут поговорить на большие темы, чем в хоккей, в футбол и политика. Мужчина же не будет говорить, а какие у тебя часы там. А мы можем обо всем разговаривать. Мы через часы можем сказать о политике. Через разговор о детях мы можем сказать, о мужьях. Ну, то есть разговор сразу приобретает объем. Кому-то мы будем нравиться, кому-то мы будем не нравиться. Мы слышим вас, мы понимаем, что... Неважно, это вы ко мне, наверное, что я рекламирую майонез. Я не только майонез рекламирую. Я и Проктор и Гэмбл рекламирую. Я и в театре играю. Я и передачи разные веду. И про животных. И я актриса. И мне свойственно разные стили. Ничего в этом страшного. И не надо нам говорить, а вот вы и давайте. Вот вы у себя там и давайте. И не надо нам вот нукать что и как. Мы будем делать то, что мы считаем нужным. Поэтому я вам хочу сказать, все эти выпады, они нормальны. Я еще раз сказала, я с этого начала передачу. В нашей стране не умеют по-настоящему радоваться. В нашей стране все критикуют. Готовы к тому, что вашу передачу невольно будут сравнивать с Прожектором Беррис Хилтон? Ну, вы знаете что? Я хочу сказать. А почему футбол не сравнивают с футболом? А хоккей, ну как сказать, играет в разных странах. Ну это нормально. Но это совершенно две разные передачи. Как мужчина и женщина.